Здравствуй, мир. Мы анонимы. По всему миру политики были ошеломлены результатами выборов 2016 года. Если не сказать больше, для некоторых из них настали тяжелые времена, и многие из них с трудом соглашаются работать с президентом Трампом. То, что он принесет в ближайшие 4-8 лет, будет преуменьшено. Те, кто говорили вам, что президентство Трампа невозможно, упражнялись в предвыборных описаниях, обрамляющих Дональда Трампа во что-то вроде Гитлера 2.0, и пытались позиционировать себя в качестве лидеров нового сопротивления. С другой стороны, среди вас есть те, кто принял обещания Трампа, и кто на самом деле верит, что он сделает Америка снова великой, провозгласив о свет новой эпохи консерватизма, потому как фондовый рынок вырос до рекордно высоких размеров до того, как он на самом деле вступил в должность. Обе стороны совершенно не готовы к тому, что происходит. Давайте просто отвлечемся. Трамп либо вступит в новую эпоху процветания и инноваций, или он останется один в центре менежа, когда своды цирка опустятся. Вспомните, некоторые голосовали за Трампа не как за политика. Вы говорите, Трамп бизнесмен. Что он собирается сократить налоги, сократить сборы, инвестировать триллион долларов в инфраструктуру, включая издание закона, которое будет наказывать компании, которые перемещают свое производство и заводы за границу, восстановит вооруженные силы, восстановит отношения с Россией и начнет торговую войну с Китаем. И вы знаете, новая гонка вооружений будет создавать новые рабочие места. Их будет много. Однако стоит иметь в виду, что многое из этого зависит от переменной, которую Трамп не контролирует. Федеральная резервная система. Федеральный резерв удерживал нулевые процентные ставки в течение почти 10 лет. Они занимаются смягчением процентных ставок с 2009 по 2014 год, накопив 4,5 триллиона долларов на ипотечных ценных бумагах и казначейских обликациях. Они все еще хранят эти активы. Кстати, они раздувают акции и облигации рыночного уровня в исторических масштабах. Когда близкие люди в Белом Томе связывают какую-либо катастрофу с войной, террористической атакой или какой-либо другой внешней угрозой. Для примера, 9 сентября, которая замаскировала распутывание технического пузыря доткомов в 2001 году. У администрации Трампа, однако, есть отговорка. Другими словами, нет тенденции к пересинованному увеличению процентных ставок в 2017 году. И главная цель любых инфляционных мер – конфессировать затраты на планы Трампа по стимулированию инфраструктуры. Что означает, что контроль над потоком денег и кредитов будет ужесточен. Это также означает, что Федеральная резервная система США раскроет себя, если Трамп будет играть по правилам. Он придется ждать до 2018 года, чтобы заменить Джанета Елен. Многое может произойти в течение этого периода времени. Личность Трампа является здесь козырем. Он импульсивен, он грязно играет, он бьется до победы. Так случилось, что он также замешан в историях с организованной преступностью. Трамп объявляет войну Федеральному резерву. И это может выйти из-под контроля и привести к последствиям, которых большинство из нас не может даже представить, особенно если учесть фактор геополитики. В результате позиции доллара США в качестве мировой резервной валюты будут сохранены, добавив к этому фону небольшие социальные волнения внутри. Недавняя история служит показателем. Мы можем рассчитывать на то, что своего рода расовые стычки с участием полиции при администрации Трампа вероятно закончатся до 2017 года. Также можно с уверенностью сказать, что некоторые из этих протестов перерастут в насилие и погромы с тенденцией к эскалации. Это заставит Трампа вывести ситуацию на качественно новый уровень, опираясь на платформу правопорядка и поддержку полиции, спекулируя на мысли, что Обама подорвал правоохранительные органы в течение своего срока. Несмотря на то, что Обама значительно ускорил милитаризацию полиции, просто поверьте, что Трамп вернет все назад, чтобы влиять на реакцию полиции, которая будет более уверенной и более агрессивной. И если Трамп даже предложит так много, как слово поддержки, то они перейдут в режим полного разгона, который, конечно, подольет бензин в вагон. Эти трения имеют потенциал выйти из-под контроля, особенно в контексте экономического спада. И снова личность Трампа – это козырь. Трамп также собирается унаследовать, спасибо Обаме и Бушу, самый обширный и передовой в мире аппарат охраны, который когда-либо видел мир. Обама расширил полномочия АМБ даже после того, как Трамп победил, наделив их властью по приказу осуществлять несудебные убийства любой точки мира. Вдобавок ко всему, военные уполномочены национальным актом об обороне задерживать кого угодно в любом месте, включая граждан США на неопределенный срок, без суда. Трамп заполняет свою администрацию бывшими генералами, некоторые из которых имели опыт борьбы с повстанцами. У него есть все, что нужно, чтобы осуществить полноценную военную диктатуру. И в этом некого винить, кроме самих себя. Трамп, однако, начал не с той ноги с разведывательными агентствами. У него есть враги внутри государства, которые хотят сместить его. И у них есть средства сделать это. Замена высшего руководства не будет достаточной, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Эти агентства имеют черную бухгалтерию и вне бухгалтерскую разработанную подотчетность и большого подсвержения неугодных режимов. Неспособность обуздать их может оказаться самой фатальной ошибкой. Однако, что будет на геополитическом фронте? Годы поддержки сунитских джихадистов в Сирии, проваленная попытка сместить Асада. Перед Трампом сейчас стоит задача, как обратить политику США. Израиль открыто поддерживает сунитскую ось. Они хотели полную смену режима в обоих государствах и в Сирии, и в Иране в течение многих лет. Но администрация Обамы связывала им руки. Теперь Россия вмешалась и склонила чашу весов. И шиитский полумесяц не только выжил, но и окреп. И израильско-сунитской оси теперь нужен еще один повод для войны. И так они меняют тактику. 13 января 2017 года за 7 дней до инаугурации Израиль бомбит военный аэродром сирийского правительства. Это дает небольшое представление на ближайшие годы. Стратегия Израиля проста. Провоцировать Сирию и Иран, пока одна из них не начнет мстить. Что, конечно, приведет к прикрытию и захвату территории. Турция, скорее всего, двинется в Рак. Или в Сирию. Конечно, Турция также имеет амбиции, чтобы расширить свои границы, в то время как правительство США продолжает поддерживать армию повстанцев. Израиль уверен, что Трамп будет защищать их любой ценой. На самом деле он дал им такое впечатление, но кульюнет ли он на приманку? У России здесь есть козыри. Что произойдет, если Россия быстро обеспечит Сирию и Иран? Чтобы они могли защитить себя. Что случится, когда Путин и Нетаньяху начнут конкурировать за расположение Трампа с остальными переменами в этой игре? У Трампа есть возможность влиять на исход в этом регионе. Будущие альянсы на Ближнем Востоке быстро перетасуются в течение срока Трампа и приведут к ожидаемым последствиям. В частности, к играм на нефти, подрывающих нефтяные доллары. Сделать Америку снова великой никогда не входило в планы. Трамп не должен был выиграть. Он должен был стать приманкой. Телевидение делает политику. Демократы буквально думали, что он будет настолько плох, что он бы отвлек внимание от скелетов Хиллари Клинтон. Поэтому компания Клинтон дергала за веревочки друзей в средствах массовой информации, чтобы помочь ей в праймерис. Мы знаем это спасибо Джону Подести и его электронной почте. Мы должны поднять кандидатов, дающих пустые и неосуществимые обещания, Трампа и Круз Карсон. Так что они являются лидерами, которых не стоит воспринимать всерьез. Демократическая партия и их корпоративные Медиа Лакеи затем стали работать над маргинализацией компании Блэрни Сандерса и использовали секретное соглашение, чтобы удержать и предотвратить его нападение на Клинтон. Это было подтверждено утечками электронной почты Демократической партии. Так что возьмите свой попкорн, пристегнитесь. Шоу вот-вот начнется. Продолжение следует... I would knock the hell out of the oil areas. Would I approve water porting? You bet your ass on it. I will find the General Patton, or I will find General MacArthur. I will find the right guy. My generals, by the way, they're not going on television, okay? Renegotiate our foreign trade deals. I want surveillance of certain mosques, okay? I will absolutely take database on the people coming in from Syria, and if I win, I've made it known. If I win, they're going back. We have to rebuild our infrastructure, our bridges, our roadways, our airports. Reduce our 18 trillion in debt. We are going to save Social Security, repeal Obamacare, and replace it with something really, really great that works. End Common Core. I will take jobs back from China. I'll take jobs back from Japan. I'll take jobs back from Mexico. Sadly, the American dream is dead. Bring it back! But if I get elected president, I will bring it back. Bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Продолжение следует...